Всем привет! Смотрите как восстановить данные с аппаратного RAID 5, собранного на контроллере ARKRC 1210. Как собрать RAID массив и что делать, если контроллер не работает? Бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В ситуации с потерей важной информации всегда происходит спонтанно. Хотя RAID 5 является одним из самых надежных решений для хранения данных среди всех уровней, все же не может и гарантировать стопроцентной защиты от потери данных. В самый непредсказуемый момент может выйти из строя один или несколько дисков, произойти сбой в контроллере или выйти из строя один из компонентов оборудования. Неправильная настройка, случайное удаление или форматирование накопителей – все это может стать причиной потери важной информации. Далее в видео я покажу, как вернуть данные с RAID массива с нерабочим контроллером. Сперва давайте разберем процесс создания RAID массива, на что следует обратить внимание при сборе RAID и какие параметры понадобятся в дальнейшем для восстановления утерянных данных. RAID будет состоять из трех дисков, собранных в массив контроллером АРЭКа. При запуске системы с установленным RAID контроллером и дисками на экране монитора будет отображаться следующее сообщение. Это сообщение будет на экране примерно в течение 10 секунд, давая время запустить меню конфигурации, нажав клавишу Tab или F6. Чтобы пропустить настройку, нажмите Escape. После активации настройки появится окно BIOS с диалоговым окном выбора, в котором перечислены подключенные к материнской плате контроллеры. С помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите адаптер, который нужно настроить, и для входа в главное меню настройки нажмите клавишу Enter. Для быстрой настройки RAID массива выберите первый пункт меню Quick Volume Rate Setup и нажмите клавишу Enter. Выберите из данного списка тип RAID и нажмите Enter для продолжения. Укажите размер тома, размер блока, создать том, yes и Enter для подтверждения. Затем выберите тип инициализации, обычная, в фоновом режиме или без инициализации, Enter. На этом процесс создания RAID массива окончен. Для выхода и перезагрузки нажмите несколько раз клавишу Tab. При следующей загрузке пропускаем настройку клавиши Escape и ждем загрузки системы. Открываем управление дисками и размечаем новый диск. Второй способ создать RAID массив через веб-браузер или фирмовую веб-утилиту ARC-HTTP. Программа поможет определить контроллер в системе и его IP-адрес. Запустите утилиту, кликнув дважды по значку меню быстрого доступа или откройте ее через меню пуск. В окне браузера в левой части вы увидите список определившихся контроллеров. Выберите из списка свое устройство и разверните данную вкладку. Кликнув по модели, откроется новая вкладка браузера с IP-адресом устройства. Если контроллер не определяется системой, скачайте драйвера и установите их вручную. Для входа в меню управления RAID контроллером введите имя и пароль. По умолчанию это админ и пароль 4.0. Откройте вкладку Quick Function Quick Create. В открывшемся окне справа выберите тип RAID, укажите размер массива, тип инициализации, размер блока, установите здесь отметку и нажмите подтвердить. Том создан. Дождитесь окончания инициализации. После чего он появится в управлении дисками. Далее осталось его разметить и записать данные на диск. Открываем управление дисками. Инициализировать диск. ОК. И размечаем его. В случае выхода из строя контроллера вам не удастся достать данные с дисков без его замены. Можно попытаться прочесть диски с помощью операционной системы Linux. Но если вы не опытный пользователь, это может еще больше навредить, в результате чего данные могут быть полностью утеряны. Если найти замену поломанному контроллеру не удалось, воспользуйтесь специализированной программой для восстановления данных с RAID массивов. Hetman RAID Recovery. Утилита поддерживает большинство популярных файловых систем и типов RAID. Вычитает из диска всю информацию о контроллере, на котором был создан массив и воссоздаст разрушенный RAID. Подключите диски напрямую к материнской плате компьютера с операционной системой Windows и запустите программу. Прежде чем приступать к процессу восстановления, вы должны позаботиться о наличии накопителя с размером равным или большим объему восстанавливаемой информации. Также в процессе подключения накопителей может возникнуть вопрос с недостаточным количеством SATA портов и разъемов питания. Для этого есть различные переходники и расширители. Их различные модели вы сейчас видите на экране. Как видите, программа без труда собрала разрушенный RAID из подключенных накопителей в автоматическом режиме. Внизу отображена детальная информация. Проверьте, правильно ли программе удалось ее определить. Для поиска файлов кликните по накопителю правой кнопкой мыши и запустите быстрое сканирование. И для отображения результатов готово. Ищем папку, где хранились наши файлы. Кликнув по файлу, можно посмотреть его содержимое в предпросмотре. Отметьте все, что нужно вернуть. И нажмите восстановить. Укажите путь, куда их сохранить. Еще раз восстановить. По завершению, они будут лежать в указанной папке. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти утерянную информацию, выполните полный анализ. А в том случае, если программе не удалось автоматически определить и собрать ваш массив, воспользуйтесь RAID конструктором. Для того, чтобы собрать массив, с помощью конструктора вам нужно знать параметры разрушенного RAID. Выберите пункт «Создание вручную» и нажмите «Далее». В следующем окне укажите тип RAID, порядок и размер блоков. Выберите диски массива и укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. При верно указанных параметрах ниже в RAID массиве будет отображаться хоть один раздел. Разверните его и проверьте наличие нужной папки. Если раздел не появился и при этом параметры были указаны верно, скорее всего понадобится найти и ввести значение смещения, по которому находится начало файловой системы на дисках. Технология построения RAID на данном типе контроллера устроена таким образом, что начало файловой системы не находится в начале диска. Так как информация была затерта, данное смещение программа не смогла определить автоматически. Чтобы найти его, воспользуйтесь Хекс-редактором. Запустите его, кликнув по диску правой кнопкой мыши и выберите его из списка. Или нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс H. Здесь кликните по значку поиска и введите следующее значение в эту строку. Ефи Парт и нажмите Найти. Найденное смещение нужно ввести для каждого из дисков. Кликните по диску два раза левой кнопкой мыши или кликните по этому значку и введите его в это поле. Если до этого раздел не появился, то после ввода смещения он должен появиться. Указав все параметры, нажмите Добавить. После чего RAID массив появится в мейджере дисков. Осталось его просканировать и вернуть данные. Потеря данных часто происходит, когда жесткие диски меняются местами или помещаются на другие машины, попытки восстановить массив. Внимательно следите за всеми действиями, не соглашайтесь на инициализацию и форматирование накопителей, которые предлагает другая система. Форматирование загрузочного диска или раздела может повредить или удалить чередование, что снижает возможность восстановления данных и приводит к безвозвратной потере. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, желательно иметь резервную копию носителя. Headman RAID Recovery имеет дополнительный функционал для повышения эффективности работы с дисками RAID, имеющими признаки аппаратных дефектов. Программа позволяет создавать образы дисков и производить анализ с образов, что снижает нагрузку на диски и предотвращает выход их из строя. Для предотвращения потери информации не забывайте регулярно делать резервное копирование критически важной информации. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.